Дарья Судрева Новый формат работы службы занятости. Что нового ждет работников и работодателей в 2020 году? Налоги НИАРа пойдут на развитие соцсферы Димитровграда. Натуральное или искусственное? Сколько денег готовы потратить ульяновцы на елку? Новый формат работы службы занятости. Губернатор Сергей Морозов раскритиковал Фонд развития спорта за организацию неэффективной работы. Глава области поставил вопрос об управлении данной отраслью. И мы с вами должны будем принять, какая организационно-правовая форма будет возглавлять эту отрасль. То, что эта отрасль будет оставаться приоритетной, нет и сомнения. Но что это будет? Министерство? Хочу официально, опережая события, сказать, что нет. Министерство не будет. Следующий вопрос касался ликвидации унитарных предприятий в стране и на территории области. Соответствующий закон уже утвержден Государственной Думой. ГУПы и МУПы, за некоторым исключением, должны исчезнуть до января 2023 года. В ближайшее время будет оценена эффективность работы унитарных предприятий. Если область не обойдется без них, они будут реорганизованы в другую форму. Губернатор поручил правительству держать данный вопрос на особым контроле. Также Сергей Морозов озвучил ряд изменений в структуре областного руководства. Преобразование направлено на увеличение прозрачности и открытости работы. Глава области распорядилась активизировать подготовку публичных деклараций. Год заканчивается, как все отрасли, как все муниципалитеты, публичные декларации начинают вывешивать у себя. Публичные декларации – это цели и задачи, конечные и конкретные результаты, на которые мы должны будем выйти по итогам первого квартала, второго, третьего, четвертого по разным направлениям. Кроме того, губернатор объявил о проведении организационного аудита в государственных органах. В его задача будет входить рассмотрение соответствия результатов работы поставленным задачам. Подобной практики еще нет нигде в России. В структуре администрации будет создан секретариат, так же, как и в достаточно большом количестве субъектов Российской Федерации. Мы сконцентрируем там все, что касается усиления контроля за всеми вопросами, которые замыкаются на губернатора. В главе секретариата встанет Екатерина Сморода. Сейчас она возглавляет Министерство развития межрегиональных и международных связей. Ранее губернатор анонсировал, что это ведомство будет ликвидировано с Нового года. Губернатор отметил, областные чиновники довольно часто выезжают в командировки за пределы региона и за пределы страны. Чтобы повысить целесообразность в принятии командировок, я предлагаю на региональном государственном уровне, что внести предложение, посмотрите, каким это нормативным документом все увековечить, чтобы все министры, все представители органов государственной власти региона отчитывались о результатах своих командировок либо на заседаниях аппаратного совещания, либо на заседаниях правительства. От вопросов правления перешли к одной из самых обсуждаемых проблем по всей стране. В последнее время родительская общественность сбьет тревогу. Участились случаи употребления несовершеннолетнего так называемого снюса. Это никотиносодержащая смесь, которую рассасывают во рту. Зачастую в нее добавляют синтетические элементы. На растущем организме действие снюсов отражается крайне негативно. В отношении нас, я говорю только о россиянах и в том числе гражданах Ульяновской области, развязана огромная война на уничтожение. И не надо думать о том, что мы разучились рожать детей. В общем-то мы их рожаем. Мы делаем все, чтобы наши дети, наши семьи были счастливыми, патриотичными. Чтобы мы все от этого получали огромное удовольствие, потому что в результате становится богатая наша страна. Счастливая наша страна. Но в отношении нас существует огромное количество провокационных действий и даже войн на уничтожение. Я веду разговор о снюсах. Губернатор напомнил о законодательном запрете продажи никотина содержащих изделий несовершеннолетним. Но этого явно недостаточно. Поэтому губернатор поручил разработать несколько законопроектов по запрету продажи снюса и его производных несовершеннолетним. Законопроект, который устанавливает жесткую административную ответственность в нарушении этого запрета. Для индивидуальных предпринимателей ответственность от 30 до 50 тысяч рублей. Для юридических лиц от 100 до 150 тысяч рублей. Пакет законопроекта в ближайшее время будет рассмотрен на заседании Законодательного собрания области. Егор Титов, новости Управда ТВ. Депутат Димитровградской думы получил уголовное наказание по статье «Мошенничество». В мировом суде состоялось соглашение приговора по уголовному делу в отношении Константина Коношенкова, который, так же, как и еще двое его коллег, оказался в центре громкого скандала с бюджетными деньгами. В июле местные парламентарии Артур Колпаков, Ангелина Мальцева и Константин Коношенко путем предоставления поддельных справок получили в качестве отпускных из городской казны по 76 тысяч рублей каждый. Мировой суд Димитровграда. Подсудимый Коношенко явно нервничает перед оглашением вердикта. То, что приговор будет обвинительным, сомнений уже ни у кого нет. Вопрос только в сумме штрафа, который ему придется заплатить. Двое его товарищей по партии Артур Колпаков и Ангелина Мальцева ранее уже получили уголовное преследование и штрафы в 80 и 60 тысяч рублей соответственно. На основании изложенного руководства и статьями 296, 300, 37, 310 ПКРФ мировой судья приговорил Коношенко Константин Юрьевич признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, подлежащего уплате дохода государства по реквизитам и указанным в приговоре. Комментировать приговор или извиниться перед избирателями и товарищами по партии, чьей репутацией был нанесен большой моральный ущерб, Коношенко не стал. Не буду давать никаких комментариев. Почему вы мне отвалите? Мне хорошо, потому что. Что мне хорошо? Здорово. По имеющейся у нас информации, Коношенко, так же как и его коллеги, будет подавать апелляционную жалобу. Наталья Абанина, Анжелика Боровинок, Демград 24, специально для Уллправды ТВ. Подготовка к празднованию 70-летия атомной отрасли, итоги работы НИАР за 2019 год и планы на будущий 2020. Эти вопросы были обсуждены на встрече губернатора Сергея Морозова и руководства научно-исследовательского института. Также была достигнута договоренность о том, что в рамках соглашения региона, города и НИАРа налоги предприятия будут направлены на реализацию проекта в социальной сфере Демитровграда. Слово моим коллегам. Встреча губернатора с руководством города и научно-исследовательским институтом прошла в НКЦ имени Славского. В 2020 году страна будет отмечать 75-летие атомной промышленности. Демитровград и регион в целом не может остаться в стороне от этого события. Глава региона отметил, что в Ульяновской области будет создан единый оргкомитет по подготовке к празднованию юбилея. Также Сергей Морозов высказал предложение о том, что необходимо выработать стратегию повышения корпоративной культуры на предприятиях региона. Мы готовы предоставлять дополнительные меры поддержки, например, на оздоровление трудовых коллективов. Мы выделяем ежегодно не один миллион рублей областным профсоюзам, а для того, чтобы коллективы передавали члену профсоюз, ульяновской области для оздоровления. Мы выделяем дополнительные меры поддержки по другим направлениям. Руководство ГНЦ НИАР поддержало инициативу главы региона в части повышения корпоративной этики на предприятиях, а также во взаимодействии в связи с подготовкой к предстоящему юбилею отрасли. В принципе, все мероприятия у нас, как правило, ориентированы на широкое увлечение общественности, на подражение роли нашей отрасли, которая, конечно, в основном значимой постановлении экономики страны, жизни страны и 75 лет назад сейчас. ГНЦ НИАР является значимым предприятием как для региона, так и для Димитровграда. Сейчас научно-исследовательский институт вышел на новый виток развития. Об этом говорят новейшие разработки НИАРа. Сейчас институт поставляет свою продукцию в более чем 25 стран мира. Идет активный набор высококвалифицированных кадров, а это, по словам руководства института, 50 новых рабочих мест. Заработная плата на предприятии составляет свыше 60 тысяч рублей. Высококвалифицированные специалисты получают свыше 100 тысяч рублей. Объем выручки доходов в 2020 году должен превысить 6 миллиардов рублей. Тем весомее становится сумма налогов, которые в соответствии с уникальным отраслевым соглашением между региональным правительством и госкорпорацией «Росатом» будут оставаться в Димитровграде. Институт уже встал на ноги, окончательно встал на ноги. Сегодня он уже стабильно работает с прибылью. И тот налог на эту прибыль, который поступает в региональный бюджет, по соглашению между госкорпорацией и губернатором, направляется на развитие города Димитровграда, на улучшение качества жизни димитровградцев. Приоритетными направлениями в части расходования средств в первую очередь являются социальные проекты. В частности, замена окон в образовательных учреждениях, льготный проезд школьников в общественном транспорте. Помимо уже существующих проектов, средства от налогов НИАРа планируется направить на развитие благоустройства общественных территорий города. В юбилейный год атомной отрасли в Димитровграде будет создана аллея ученых. Начато строительство спортивного объекта с искусственным льдом. В регионе идет перестройка работы службы занятости. Это обсудили на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. С искателю найти желаемую работу станет проще, а работодателю подобрать сотрудника быстрее. Наталья Чумаченко подробнее. В регионе разрабатывается программа по созданию управления трудовых ресурсов. Ведомство будет нацелено на потребности работника и работодателя. Эту тему обсудили участники заседания трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, которые возглавил губернатор. Руководитель Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Светлана Дронова подчеркнула, что в первую очередь изменится формат работы службы занятости, в том числе благодаря цифровизации рутинных и уже устаревших процессов. Человек при поиске работы, обращаясь в кадровый центр, получает уже электронное резюме, получает электронное направление на работу и получает приглашение от работодателя, который первично уже в нем заинтересован, то есть уже первично отобранный. Еще одним новшеством станет перезагрузка региональной системы среднего профессионального образования. Главная суть реформы – в изменении структуры и функционала не только Департамента профобразования, но и всей сети. Предполагается создание новой системы управления трудовыми ресурсами, включающей в себя флагманский центр, центр опережающей профессиональной подготовки и региональный коррекционный центр. Последний будет отвечать за профориентацию, обучение и взращивание чемпионов для профессиональных конкурсов. Мы в рамках конгресса по развитию профессионального образования в Москве презентовали этот проект. Мы обычно говорим, что мы изучаем опыт других регионов, стран и берем что-то для себя. Вот это тот случай, когда изучив, мы не нашли ничего подобного нигде. Мы единственные и первые в стране, которые готовы на перезагрузку системы профессионального образования. Уже готовых специалистов будут ждать на предприятиях, которые, по словам Сергея Морозова, с каждым годом становятся все более социально ориентированными. Глава региона наградил победителя областного этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Предприятиям вручили переходящее знамя, памятный знак в виде выемпела «Победитель» и диплом. Мы активно работаем и с населением, и с органами социальной сферы в части оказания помощи, содействия, решения достаточно многих вопросов, прежде всего жизни населения. Среди главных итогов работы трехсторонней комиссии глава региона назвал нулевой показатель производственного травматизма среди несовершеннолетних. В целом число пострадавших от несчастных случаев сократилось на 8%, на 20% снизились показатели травматизма со смертельным исходом. Нам удалось добиться успехов в рамках проведения мероприятий «Год нулевого травматизма» в Ульяновске. Я напомню о том, что это было непростое решение, это была такая амбициозная цель, которая стояла перед нами. И если кто-то помнит, как мы усправили дискуссии, было много сомневающих. Высокие показатели удалось достичь благодаря изменениям в работе территориальных трехсторонних комиссий в течение года. Несколько раз в месяц члены рабочей группы выезжали в районы, где принимали участие в профильных заседаниях. На местах оперативно и без проволочек решались вопросы с работодателями и работниками. Таким образом, дни муниципалитетов являются реальной работой. И в 2019 году мы завершаем эту работу. Буквально сегодня выезд в Радичинский район, и завтра на Ульяновске. Я думаю, что примеры этой работы мы видим на результатах работы. Вот согласно отчетам на сегодня и докладам Атамы Славовиновым, на 1-го 2019 года проведено 98 заседание. Новая система работы с кадровым ресурсом области позволит объединить усилия для реализации двух масштабных нацпроектов – образования и демография. Наталья Чумаченко, Данил Сурков, Новости Улправда ТВ. Жители Ульяновска смогут определить, как преобразится город. С 17 декабря до 20 января горожане могут направить свои предложения по благоустройству общественных территорий Ульяновска в следующем году. Выбранные объекты будут благоустроены в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Свои варианты по преображению городских пространств жители Ульяновска, которым уже исполнилось 14 лет, могут направить по адресу электронной почты, которую вы видите на своих экранах, либо в Управление по строительству администрации города Ульяновска. Доброе утро! Эти слова в начале дня теперь можно услышать не только от родных и любимых людей. С 7 утра на добро заряжают ведущие Радио Дважды Два в своем новом шоу. На радиостанцию с утра пораньше приехала и наша съемочная группа. 7 часов и 1 минута в городе Ульяновске на Радио Дважды Два стартует утреннее шоу Зарядники! Кристин Преображенская, Евгений Вранцов и Светлана Смагина. Доброе утро! Зарядники! Новое утреннее шоу на Радио Дважды Два. Теперь ульяновцев по утрам будет и заряжает отличным настроением две очаровательные девушки. А разбавляет эту парочку не менее очаровательный молодой человек. Часто такое бывает, что мы едем на работу уже порядком разряженные, не в настроении. И, собственно, для этого мы придумали нашу утреннюю программу, в которой есть розыгрыши, музыка, веселые ведущие, интересные темы и все самое актуальное, свежее, трендовое, если хотите. Новые тренды из мира шоу-биза, культуры, индустрии моды, науки и прочих сфер радиоведущие знают из популярных соцсетей. Главные помощники – Инстаграм, ТикТок и ВКонтакте. Поэтому шоу можно провести, имея под рукой только телефон. Однако ведущие признаются – к каждому эфиру готовятся. Хотя и не чараются шуток и импровизаций. Все трое ждут момента подколоть друг друга. К тому же каждому отведена своя роль. Кристина – вечно заводная девчонка, Евгений – просто умный парень, а Света – блондинка и не боится казаться глупой. И еще есть у нас рубрика «Блондинка объясняет». Это моя рубрика, в которой я объясняю слушателю пять слов. Слова, например, пассатижи, как я это объясняю, мужской инструмент, им сдавливают. То есть это происходит как-то так, и слушателю очень тяжело угадать, что же я имела в виду. Зарядники выходят в прямом эфире по будням с 7 до 10 утра. А чтобы успеть разбудить слушателей, на радиостанцию ведущие приезжают заранее. Подъем начинается у нас в 4 утра. Мы просыпаемся в 4, привозим себя в порядок и ездим на эфир для того, чтобы успеть уже всем нашим радиослушателям в 7 утра сказать «Доброе утро». Хочется разбудить город и подарить вот этот позитив с самого раннего утра. Дважды два Ульяновск вещает на частоте 102.1 FM. В 2018 году радиостанция отметила 20 лет с момента выхода в эфир. Ринат Альгулова, Руслан Баталов, Новости Уллправды ТВ. До Нового года две недели в городах заработали елочные базары. Живая елка пахнет хвоей и напоминает детство. При этом иголки потом приходится выгребать из квартиры до следующего года. Искусственная елка ровненькая и всегда пушистая. А одна елочка может прослужить десяток лет, сэкономить бюджет и экологию. Наша съемочная группа узнала у самих горожан, какую елку выбирают ульяновцы и какую сумму готовы потратить на покупку зеленой красавицы. Большинство россиян уже начали подготовку к 2020 году. Люди уже покупают продукты, подарки и, конечно же, елки. Натуральная или искусственная ель или сосна? Что предпочитают ульяновцы и сколько они готовы отдать за главную героиню торжества? Спросим у прохожих. Скажите, пожалуйста, какой будет ваша елочка на Новый год? Натуральная или искусственная? Натуральная. Натуральная? А сколько вы готовы на нее потратить? Насколько день хвает. А это будет сосна или ель? Скорее всего, сосна. Ель, она осыпается очень быстро. Скажите, какой будет ваша елочка на Новый год? Настоящая, живая. А ель или сосна? Ель. А сколько вы готовы на нее потратить? Цены ведь разные у нас в городе. Ну, не более 500 рублей. Искусственная. А почему искусственная? Она уже есть. А натуральная не покупаете елочки? Нет, они меньше стоят. Большая, искусственная. Что еще я могу рассказать? На ней много гирлянды, мишуры и игрушек елочных. Она 2 метра. Только натуральная. Мы так всю жизнь, так выросли, натуральные елки. Сосна или ели предпочитаете? Естественно, конечно, сосна. Ели нет. Ели мне не очень так нравится, мне лучше больше сосна нравится. На какую цену рассчитываете? Я? Сколько купить? А неважная такая. Для внуков все пойдет. Зеленую. Настоящую? Ну, конечно. А вы высокую ель хотите? Нет, маленькую. А на сколько примерно рассчитываете по сумме? Ну, рублей на 300. Натуральную. А у меня ремонт, и мы не ставим елочки. Нет места. Ель. Я еще не ставила, я у вас гость в городе, поэтому еще не успела поставить. Приеду домой, поставлю. А откуда вы приехали? Из Омска, из Сибири. Привет, а мечам от нас. Скажите, что у вас будет в Омский дом украшать? Елка, гирлянды. Елка натуральная? Только натуральная. А какая сосна есть? Сосенка. У нас в основном сосны продаются. Искусственную я хочу поставить. Натуральную, скорее всего. Скорее всего, ель. А сколько готовы на них потратить? Вот на елочке как раз вот... Сколько у вас в бюджете заложено? Пока что еще нисколько. Наверное, пять, может быть. Где-то так. Игрушечки еще надо новые купить. Да, это еще где-то на тысячах. Да, классично. Каждый год ставим настоящую елочку. Да, это надо? Да. Каждый год настоящий. Игрушечки. Сами сделаем пару игрушек. Вот они у нас со старшей дочкой будут делать. Ну и все. Гирлянды. Мандарины. Запах Нового года. Детство. Каждый Новый год по-разному. Смотря какие подарки. Какой-то год подарки дороже. Когда-то подешевле. И письмо Деду Морозу. Мы уже написали подарок. Знаем примерно какой. Но в пределах 20-15 тысяч. Так не могу обойдется. Мне нравится, чтобы она была высокая, а кончик был маленький. Острый, чтобы был, да, кончик? А чем ты ее любишь наряжать? Ну, люблю разными гирляндами. Особенно для тебя мишурой люблю. Мишурой где-то? И вешать шарики. К ель, да. А вы какие елки обычно покупаете? Дорогие или не очень? Не очень. Ну, с крестовинкой, чтобы стояла она. Нарядим. Новый год есть, Новый год. А сколько вы планируете потратить на елку? На елку? Ну, тысячу-полторы. Тысячу-полторы так. Хватит скромно. Натуральная сосна. Дорогой поставите или бюджетную, большую или маленькую? Большую. Самую красивую найдем и поставим. Да, чтобы ребенку понравилось. Дома натуральную сосна. Я искусственную. Я тоже искусственную. А вы какую елку поставите? Ты какую елку? Не знаю. У меня будет фикус. Что-то оригинальное. Если натуральную ставите, то сколько хотите потратить, примерно, по деньгам? Ну, не больше тысячи точно. В районе-то. Может, вообще, пальму поставить. У меня есть, кстати. Где-то ее найдешь сейчас. А наряжать будете, если у вас пальма есть? Да, конечно. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok. Сохранить и приумножить сбережения, инвестировав под гарантию государства. Приобретайте облигации в отделениях банков-агентов и онлайн. Грамотный семейный совет для всех. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на телеканале Уллправда ТВ по будням 18.30, 20.30 и 22.30, а также на информационном портале управда.ру 18.50. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok